Продолжаем программу. С тушением пожара все отлично, а вот технику сердечно-легочной реанимации надо подтянуть. В школе безопасности ММК состоялись традиционные состязания «Работа на высоте 2024», в которых участникам нужно было ответить на теоретические вопросы, потушить условный пожар, оказать первую медицинскую помощь и показать навыки безопасной работы на высоте. Галина Смирнова наблюдала за этапами конкурса. С 2018 года в школе безопасности Магнитогорского металлургического комбината начали проводиться соревнования «Работа на высоте». И если тогда в первых состязаниях принимали участие 15-17 команд от основных подразделений ММК, то в последние годы их число удвоилось. Сегодня 30 пар от головных цехов предприятия, а также дочерних обществ, собрались помериться силами в безопасном проведении работ. И такое увеличение количества участников говорит, что люди стали более осознанно относиться к личной безопасности. Осознанные отношения, когда, наверное, если совсем двумя словами сказать, когда я понимаю, что такое безопасность и когда я ее принимаю для себя. Я ее выбираю. Я говорю, безопасность для меня приоритетна. И что немаловажно, кроме того, что я сам выбираю безопасность, я выбираю безопасное отношение своих коллег. Неотъемлемая часть таких соревнований – теоретический этап. Для большинства профессий, представители которых принимают сегодня участие в конкурсе, знание правил безопасного проведения работ – залог того, что они вернутся домой с работы в добром здравии. Но теория, не подкрепленная практикой, мертва. И сразу после прохождения тестов ребята отправляются покорять виртуальные пространства цехов ММК. Задача – увидеть и отметить нарушения. Где-то на рабочем нет СИЗО, где-то неправильно установлены рулоны. Важный момент – от конкурса к конкурсу задания меняются. Поэтому даже те, кто участвует не в первый раз, а от таких достаточно, не имеют особой форы перед новичками. Такими, например, как крыновщицы Анастасия и Яна из ЛПЦ-5. Сложности были в управлении, потому что первый раз пробовали. А так было очень интересно. Одели вот эти очки, наушники, прям как будто в цеху находили всякие нарушения. Мне понравилось. Мы за жизнь людей отвечаем. У нас такая работа. Самое главное – нас дома тоже ждут. И тех людей, которые с нами работают, их тоже дома ждут. Тушение пожара и оказание первой медицинской помощи – еще два важных этапа конкурсной программы. Они традиционные. Но если инструктор по пожарной безопасности не нарадуется, участники как один четко, быстро и практически без нарушений тушат пожар в серверной, то медицинский работник слегка разочарован. В середине конкурса лишь одна команда смогла провести сердечно-легочную реанимацию без ошибок и вернуть условного человека к жизни. Ну и, наконец, этап, ради которого, собственно, и был создан конкурс – работы на высоте. Каждый год организаторы стараются удивить участников новыми поворотами. В этот раз, по легенде, один из двух работников, проводящих ремонт кровли, совершает оплошность, падает с высоты и зависает на страховочных тросах. Спуститься самостоятельно он не может. И напарник должен помочь провести гибкую анкерную линию и установить спасательное устройство «Сапсан» для эвакуации упавшего товарища. Без подготовки тут, в принципе, делать нечего. Мы ходили, стренировались, но на пользу пошло. За сколько вы прошли? За 5,47. Один из важных аспектов – помимо отработки навыков безопасной работы на высоте, участники еще и знакомятся с новейшим спасательным оборудованием – новинками, которые время от времени появляются в цехах предприятия. Но с этим надо уметь работать, что хорошо, потому что без этого навыка, без приобретенного в учебном центре персонали, сделать невозможно. То есть по наитию что-либо взять и включить в работу очень сложно. Поэтому мы стараемся от производителя к потребителю передать информацию как посредник, как я, как преподаватель, передаю непосредственно знания уже от производителя. Изучаю свойства, сам с ним работаю, естественно, а потом уже, получив этот навык, передаю опыт уже другим людям. По итогам всех этапов члены жюри вынесли свой вердикт. Третье место у представителей ЦРМУ-4 УСК – Вильдана Сербаева и Виктора Кондрашова. Второе – у работников торгового дома ММК – Василия Барышева и Руслана Ахтямова. Победителем конкурса «Работа на высоте 2024» стала двойка Василия Андреев и Руслан Шагапов из электросталеплавильного цеха. Ребята не только быстрее всех прошли этапы, но сделали это чисто, практически без помара. Подробнее о ходе конкурса смотрите в программе ТВММК, которая выйдет в эфир 31 октября. Галина Смирнова, Алексей Витчинкин, Евгений Грудев, телекомпания ТВИН.